Государственный комитет национальной безопасности. На погранзаставу напали женщины и дети. В 2020 году в Таджикистане повысят налоги. В Душанбе 70 паломников сняли с авиарейса. Представитель ГКНБ Таджикистана на конференции, посвященной семейным проблемам, рассказал о некоторых подробностях нападения на погранзаставу Ишкабод на таджикско-узбекской границе. По словам представителей ГКНБ Таджикистана, в нападении на погранзаставу в Ишкабоде участвовали также дети в возрасте от 4 до 15 лет. Сотрудник ГКНБ Мухаммад Саида в ходе выступления на тему усиления идеологических мероприятий в сфере борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма упомянул, что в нападении 6 ноября участвовали 9 мужчин, 11 женщин и 13 несовершеннолетних детей, не уточнив, однако, роль малолетних детей в нападении на погранзаставу. Согласно официальной информации, так называемое нападение на заставу Ишкабод погранотряда Султонобод в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе произошло в ночь на 6 ноября. Лица, совершившие нападение численностью в 20 человек, были объявлены боевиками организации «Исламское государство». Относиться к этому как абсолютно, я бы сказал, неграмотному, непрофессиональному, не очень умному выступлению одного из руководителей МВД. Наблюдатели отмечают, что даже первоначальная версия не заслуживала доверия, однако новые подробности, сообщенные представителям ГКНБ, вновь подогрели интерес к теме и вызвали бурю негодования и недоверия в адрес режима в таджикском сегменте соцсетей. Налоговый комитет Таджикистана предлагает наполнить бюджет страны за счет новых сборов и штрафов. Налоговая служба направила в несколько профильных ведомств письма с весьма интересными предложениями по наполнению казны. Об этом пишет информационное агентство «Спутник». Напомним, что ранее, 21 ноября, Нижняя палата Таджикского парламента одобрила предложенный правительством проект госбюджета 2020, доходная часть которого составит более 26,1 миллиарда самони – 2,6 миллиарда долларов, расходная часть – 26,4 миллиарда самони – 2,7 миллиарда долларов. Основную часть доходов госбюджета на 2020 год составляют налоговые доходы – 17,9 миллиарда самони – 1,7 миллиарда долларов. Согласно новому закону о бюджете, налоговые поступления в следующем году составят свыше 17 миллиардов самони, что на 10% больше по сравнению с 2019 годом. Эксперты недоумевали, каким образом налоговые доходы увеличатся на 10%, когда определяют размер налоговых доходов, должны быть обоснованы источники дохода. Нынешняя ситуация в сфере предпринимательства всем известна. «Тысячи бизнесменов и компаний сворачивают свою деятельность из-за высокой налоговой нагрузки», прокомментировал действия власти экономист Мехрубон Бурхонов. Отметим, что по данным аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, по итогам 2018 года Таджикистан попал в девятку стран с самой высокой налоговой нагрузкой в исследовании PayneTaxes 2019 – налогообложение в 2019 году, которое проводит аудиторская компания PricewaterhouseCoopers совместно со Всемирным банком. Около 70 пассажиров были сняты с рейсов авиакомпаний Somon Air и Fly Dubai в аэропорту города Душанбе. Об этом сообщает Ахбор. В ходе проведенных совместных рейдов сотрудников Государственного комитета национальной безопасности, Комитета по делам религии и транспортной прокуратуры в аэропорту города Душанбе при проверке пассажиров трех рейсов Душанбе-Дубай, авиакомпаний Somon Air и Fly Dubai примерно 70 пассажиров были сняты с этих рейсов. Причина этому послужила то, что пассажиры имели саудовские визы для совершения малого хаджа – умра, которые были оформлены в онлайн-режиме через посредников. Лицензия на осуществление групповых поездок в малый хадж в Таджикистане имеется только в двух компаниях – Расул Сохтмон и Ормон. Поездка в малый хадж умра через компанию Расул Сохтмон обходится жителям Таджикистана в 2100 долларов, а через Ормон – в 2000 долларов. Но посредники брали за свои услуги значительно меньшую сумму, при этом предлагая намного более высокое качество обслуживания, сообщает Ахбор, ссылаясь на собственный источник. На 9 миллионов населения Таджикистана, и учитывая, что глубоко религиозная страна, по согласованию соответствующих государственных институтов всего лишь две юридические лица, как хозяйствующие субъекты, превратили эту деятельность как предпринимательскую неправильную. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова